Киевская Русь Киевская Русь Киевская Русь в Украине, и в Советский Союз стоял, и в общем мир был пал, если в Грузии не существовало, да? Ну и тому подобное. Понимаете, в том же самом деле, вот это не первый раз, то есть как было «оранжевые улицы», так называемые, которые мы сейчас называем так, и в начале Минс-7, когда вот убивали, допустим, Таргамин-2, это последний измеролюб в Западной Европе, которого убили во время сна на охоте, после чего заплатили власть, уже, так называют, бизнесмены, после чего начали все переделать в Петруки, и постепенно это зараза начало катиться дальше-дальше на восток, и в 10 веку превратилось и до провинции Киевской этой провинции. Понимаете, вот могу сказать за все, опять-таки, у меня есть оригинал британских наступлений в 1771 год, никак не безданий, но первые издания, как сохранить и несет, так вот, вы знаете, где написано «Российская империя» на картах, ведь они чего-нибудь в те времена, не были наши друзья, то есть, а подозит их какой-то симпатии к России, то они что-то хорошее, то это смотришь, или они являются возможными. Так вот, там, да как Российская империя называлась территорией за Уралом и большей частью Северной Америки до Китайской стены, вот, как раз, это вот все территория Российской империи, в которой были разные провинции, которые назывались «Российская империя» на то, как он считал, «Российская империя», и поэтому публикаем. Понимаете? А на и то же самой картах, это устроен уже в 1771-м год, картах времен, в это время не было, в Киевской России, было, не было двое Романовских империи, было и написано «Московский герцессор» на одной картах, на других написано «Московский Татарий», на третьих написано Раша и Яр, то есть Белоруссия. Ну, плохо. А через пять лет или через десять лет, но в инстопексе все все наоборот. И тому подобное. Понимаете? То есть, можно говорить о норме, но когда есть реальные документы, которые того времени, и почему-то получается рано, значит, одним документом, например, я как бы излагаю свою историю, которые все были не споймой, как издания не раньше 15 века. Почему-то все без ума слепо были. Ну, ни одного практически документа, которые сейчас опираются, раньше 15 века, которые там, римские, креческие и так далее, все это издания 15 века. А все оригиналы были почему-то уничтожены. Ну, узнать о том, как у меня нет. Так вы понимаете, вот такая позиция, что одно принимается, если какие-то доказательства, а другие любые доказательства отвергаются, как невозможно или неправильно. Да, вот, к примеру, смотрите, кто читал и слышал насчет то же самое камни-плиты, которые профессор Чивотов нашел, там изображена объемная карта, жатная себе целого региона. Так вот, на этой карте изображены такие технологические свершения того времени. Например, 100 тысяч лет назад было. Это уже никак. Именно назад висит тот кусок. Он, надеюсь, нашел второй и вытащил вружную систему. Так вот, там были написи. Так вот, написи он кинулся искать в Китае, Рашид Роков. Не смог. Даже вам показали ведущую, предпоследнюю версию, и Роков, то есть, не смог. А потом, что это никого отношения к Китаю не имеет, это славянерийский рун. Он мне не отпреписал, как ему любят. Так вот, я открыл славянерийский рун, я их сам лично не читаю, так вот, много, да, это можно учить, но зачем учить то, что кто-то знает хорошо, когда можно воспользоваться и его в частности. Я их страну, полное торжество, славянерийский рун. По крайней мере, текст знак, который мне писал, мне не все писал. с теми надписи, которые были на камернике, объемных карточек. Удал, может, оказаться, да? Все молчат, все, вот ничего, это не происходило, а потом ничего, это не мое тогда. Понимаете, нам убивают голый топ, то, если нарушить то, что находится, то обязательно только кто-то другого сделал. Но мы с вами, наши детки, никогда это не могли делать, потому что мы тут прием, мы ничего не умеем, все не знаем, все ленивые, тупые, ленивые, и так далее, и так далее. Но, если они же, и наши, наши, ленивые, тупые, как с инивого другого, но, опять-таки, если ссылка на наших друзей, ручок, понимаете, муком для друзей, то даже не вы должны признать, что 80% мирных артекций сделаны славянами. тупые, так, странно получается, тупые славянами делают 8% мировых артекций, а все остальные умные, только 20%, ну, странно, мыслимо считать, что вот только делали 39% тупых, мы будем тут помешать, только что оказывается смысл. Понимаете, здесь ситуация возникает такая, что мы стали славянами, жертвами информационной войны. всем нравятся нам-то не нравятся, хотим мы это ни для тех, и не принимаем, ни для тех, не принимаем, потому что наши враги, которые толковые пытались нас поработить любым другим способом, ничего тут из них не получилось. Воевать они плохо умеют, так сказать, охранниками всегда проигрывают в бою сражения и тому подобное, когда они после облакарной попыток, когда они постоянно бьют в наши клетки, после чего они истинно вырубывают, что надо иметь картику стратегии и изучить психотип наших клетков, который был весьма, и положить его на усмех, ну, скажу себе, минусы тоже имел. То есть, психотип такого был такой, что каждый человек имеет право вернуть на все, что угодно, это его право. В принципе, да, но если это унесет с собой опасность имбед руки, понимаете, и поэтому когда они позволили на своей земле создавать храмы и их религий, у наших предков и что знать, религий не было. Было мировоззрение, в котором понятие богов, так называемое, было совершенно другое, чем то, которое сейчас принято под этим словами. таки понимали, что пока не существовали существ, которые создали все и вся, а существ, разумных существ, многих из людей вышли, которые иерархически смогли развиться, достичь оплемных высот и стать в акциях, то есть подняться на высоте качества эволюционного. Под этим этих людей, вот я специально и книги, которые раскрывают, ссылаясь на источник жизни, в акционерских видах, там это четко показано, что именно понятие богов, не поймал он не связан, что все остальные скоты, иероды, а боги, 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 и все высшие существа, которые все создали и так далее, и так далее. Понимаете, и тем не менее, понимая, изучив психотики наших клетков, они именно стали разрушать, стали разрушать мораль, нравственность, понятие, именно стали провоцировать то, чтобы великие населения, то, что не вязывы провоцировать и так далее, и так далее. И в принципе, естественно, это наиболее активно стало происходить на территории Киевской, и Московской России, после прихода христианства, и это продолжалось особенно после сильного стала, после как называемого реформы Нитина, патриата Нитина в тысячи, и сезон, в тысячи, что я, в 653, в 66-66 годах, Когда до этого не было православного христианства, было правоведного христианства, и Слово Аллах был одноземен Бог, который использовал христианские церкви наравне с другими именами. Просто, кто не знает, и Слово Аллах был одноземен христианства из-за ошибок переводов. Сначала был перевод с древнеидического на арабский, потом с арабского на английский. Первое, что мы понимали никого не другого, и когда отпадал перевод, получился испорчить никого. Когда обратно перевод почитали, то уроснулись и решили видать анальдин секрету, следуя за древним течением. Вот так открылся Ислам, то Иса – это арабское именение. Исус – Иса, то есть даже название Ислам имеется слово Иисус. То есть, понимаете, и что самое интересное, ведь вы знаете, почему западная церковь считала ту самую русскую церковь языческую? Они же считали языческую церковь. А знаете почему? Потом было заключение, что после того, как в течении нескольких веков то, например, Никон, извините, не было возможности уничтожить в народе, в народе, в массе традиции, на русских традициях, мирозвратных стоп-1000-16 лет, по крайней мере, на существующей территории, то Никон сделал хитрихов. Даже сейчас, на историю, на госах – это двоемение. Это типа, чтобы кто там крестился двумя красами, кто двумя, кто там золотые или серебряные кресты и тому подобное, тогда мы старались. Конечно, были такие, которые правоверные крестьяне, которые не могли принимать язычество с понятием, с их точки зрения, к себе. Потому что, что сделал Виктор? Он взял православные обычаи, которые не право ставить, а славя в праве, право-славя, право-славя, жизнь, живущие, славя в праве. Ничего христианства не ищем. Он взял все эти обычаи, народные, ввел как обычаи религиозные, просто предатель, макраскан, христианство. То есть, я говорю, камуфлях такой создал, и тем самым обманул простой народ, потому что через несколько поколений уже никто не помнит, не помнит, что, где отличие, в чем отличие отряд, которые люди исследуют, и что их построили. Но, тем не менее, тем самым поставил русскую православную церковь в точку, категорию языческую, с точки зрения антракциальной церкви. Понимаете? Потому что, даже, смотрите, после того, этого малыша, религиозный факт, ведь в приключении в России, было уничтожено 80% населения института России. 80%! Хорошее это управление, да? Что бы ни говорили сейчас, сегодняшние дети, я считаю, что, если кто-то хочет верить, ради Бога, правильно? Но уничтожать людей за то, что не хотят веры в другую идею, я считаю, это неприемлемо, ни для того религи, ни для этого вообще ничем для религи. Уничтожили 8% населения, практически всего взрослого населения, а вот живы дети, остальных детей, которые уже отбивали с детства, голод, толку. Но, тем не менее, это не получилось. Вот видите, до 17 века, до 600 год, хотя, опять-таки, неправильно. Я понял, это додировка, как принятость сегодня, хотя это не совсем правильно. Ведь если кто-то не покажет дедовичь один из дедовиков, то есть кто-то большой. Знаете, почему? А потом просто причиняю, что это переписи на дедовичь. Потому что по даже современной истории упоминается.